Добрый день, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Экономикс», я и ведущий Ренат Дашкин. После небольшого летнего перерыва мы возобновляем наши информационно-аналитические выпуски. Теперь каждую неделю в пятницу вечером мы будем представлять вашему вниманию самые актуальные темы из мира экономики и финансов. Сегодняшний выпуск будет посвящен широкому анализу банковского сектора российской экономики. И в частности мы затронем политику оздоровления банковской системы. Я с удовольствием представлю нашего гостя Айрат Даутов, эксперт и аналитик-финансер КФУ. Айрат, приветствую! Ренат, добрый день! Спасибо за предоставленную возможность. Спасибо за то, что согласился принять участие в нашей программе. Я начну с общего вопроса. Политика оздоровления банковского сектора, проводимая с Центральным банком России. Что она из себя представляет? Какие цели ЦБ преследует, проводя данные мероприятия? Основными целями в политике оздоровления финансового сектора Центральным банком России, конечно же, очевидно, что это поддержание устойчивости и надежности финансовой системы России в целом. Так как финансовая система у нас является кровеносной системой, так ее назовем, экономики. И чтобы обеспечить рост экономики, благополучие граждан, конечно же, здесь нужна такая надежная опора в виде устойчивой финансовой системы. Спасибо. Про устойчивость ты правильно ответил, но зачастую все-таки политика проводится для того, чтобы очистить финансовый сектор от недобросовестных игроков, банков, кредитных организаций. Ну да, то есть вот здесь именно устойчивость как раз заключается в том, чтобы убрать с рынка тех игроков, которые либо осуществляют свою деятельность непрофессионально, либо относятся халатно к деятельности на финансовом рынке. Здесь, кстати, нужно отметить то, что очистка финансового сектора связана не только с банковским сектором, сюда же попадают и государственные пенсионные фонды, страховые компании, а также участники рынка ценных бумаг. То есть полный спектр организаций. Сегодня я хотел бы с тобой обсудить именно процедуру санации, оздоровления банковского сектора, потому что мы знаем, какие новости в последнее время появлялись. В начале сентября новая процедура санации, которая будет применяться по отношению к банку открытия. Мы к открытию вернемся в конце нашей программы, ну в середине. А сейчас хотел бы с тобой обсудить вообще в целом процедуру, из чего она состоит, на какие этапы подразделяется, с чего начинает Центральный банк, когда вот видит нездоровую ситуацию в банке? Ну, когда Центральный банк, да, в принципе, видит нездоровую ситуацию в кредитной организации, да, здесь, конечно же, так скажем, с плеча никто не рубит. Вот, как правило, Центральный банк старается поддержать стабильность кредитной организации, да, так скажем, негласно предоставляется определенный период времени, там, включая, можно составлять и три месяца, да, когда, то есть, с помощью доступных инструментов Центральный банк поддерживает, так скажем, финансовую организацию, да, ну, я имею в виду банки, да, то есть, опять же, если, допустим, взять популярную ситуацию, да, обычно, которая происходит в банковском секторе, банк начинает терять ликвидность, происходит сумасшедший отток денежных средств, вот, и в данном случае Центральный банк идет, так скажем, на некоторые, да, шаги для оказания помощи, вот, это может быть рефинансирование кредитного портфеля, да. Да, можно я тебя прерву вот на этом слове. Причина, вот ты назвал ликвидность, какие еще причины могут быть, вот, о том, как эти, как бы, проблемы изменить, мы поговорим попозже, вот, причина основная. Вот, ну, опять же, первую назвал, да, то есть, это потеря ликвидности, вот, это нарушение различного рода коэффициентов, да, установленных, да, по базилю, то есть, это, в принципе, потеря достаточности капитала, это несоблюдение различных нормативов, да, связанных там с кредитованием группы взаимосвязанных лиц, с кредитованием лиц, которые имеют, так скажем, тесную связь со структурами, бизнес-структурами собственника, да, банка, в частности, и так далее. Почему они могут возникать? Вот, много говорят о том, что дыра в капитале, там, около 100 миллиардов рублей, вообще, как такое может произойти, вот, из внимания руководству банка, либо он специально это скрывает, вообще, как образуются дыры в капитале банка? Здесь, в принципе, я бы сразу хотел, так скажем, убрать в сторону, да, такую популярную наиболее версию, что есть какой-то криминальный элемент, да, определенный в этом, что вот выводятся деньги, да, там, куда-то в офшоры и так далее, вот. Ну, безусловно, да, финансовая система, она, конечно, довольно-таки очень сложная, здесь присутствует множество сторон, да, в деятельности кредитной организации, связанной, там, с юридическими лицами за оружием и так далее. Но основная причина, на мой взгляд, она связана все-таки, так скажем, с каким-то неадекватным управлением, да, риском, вот. И, наверное, какая-то просто определенная слепая вера, какие-то партнерские отношения, да, когда банк идет такие на неоправданные шаги, вот, кредитуя, так скажем, потенциально некредитоспособные предприятия. Вот, здесь, опять же, может быть, кстати, не только, да, интерес, допустим, непосредственно собственника банка, да, к своему бизнесу, к бизнесу своих партнеров, да, других и так далее. Здесь также могут быть задействованы крупные стратегические предприятия, да, которые, так скажем, подпитывают, да, свои финансовые ресурсы из данной кредитной организации. Вот, здесь, то есть, очень много факторов, они довольно-таки сложные, вот, но, я думаю, какой-то криминальный элемент, он, наверное, был бы самым последним. Хорошо, вот, ликвидность ты называл, вот, часто, вот, ну, в последнее время в СМИ особенно это проявляется, о том, что, ну, зачастую просто смс-рассылка клиентам банка о том, что вы вводите быстрее средства, там банк неустойчив, скоро будет банкротство. Вот, вообще, такое, в принципе, возможно, что вот именно смс-рассылкой как-то можно банку ввести из строя, либо это уже последствия каких-то более глобальных причин, которые... Да, то есть, ну, в принципе, да, вот, безусловно, такие, так скажем, информационные сообщения в СМИ, да, такие, так скажем, панические атаки, они приводят к тому, что большая часть населения, да, и юридических лиц, в первую очередь, да, которые, в принципе, не имеют гарантии, да, так скажем, прав требования к банку, вот, они поддаются, так скажем, такому страху, да, и стараются уберечь свои деньги, вот, но это все-таки является не причиной, да, того, что с банком происходят какие-то проблемы, это скорее следствие. Причиной же опять является то, что у банка недостаточное количество ликвидных активов, да, за счет которых он может, так скажем, исполнять свои обязательства перед кредиторами, вот. Хорошо, давай тогда перейдем теперь к теме того, как эти проблемы решить, как ЦБ помогает банкам, роль АСВ вообще, вот, в процедуре оздоровления банков? Вот, ну, роль АСВ, она, так скажем, непосредственно является центральной, да, в процедуре, вот, так скажем, зачистки банковского сектора, вот, ну, после того, так скажем, как банк теряет способность удовлетворять право требований кредиторов, вот, после того, как уже все доступные инструменты центрального банка, да, и какие-то другие инструменты связаны, там, с реализацией активов, они уже, в принципе, не позволяют восстановить платежеспособность банка, вот, наступает тот период, да, когда центральный банк вводит мораторий в кредитные организации. Из чего он состоит? Ну, мораторий, что это означает, да, то, что это происходит, так скажем, ситуация, когда все расчеты банка с кредиторами, они приостанавливаются, вот, вот, за исключением каких-то текущих платежей, да, там, связанных с какими-то страховыми, там, обязательствами, с обязательствами по выплате заработной платы, либо же это какие-то исполнительные листы, которые были приняты, да, до введения моратория, вот, получается, приходит в кредитную организацию временная администрация, задача которой адекватно оценить финансовое положение банка, вот, и оценить перспективы восстановления его платежеспособности за счет реализации текущих активов, да, вот, если же капитал банка является отрицательным по результатам, да, вот этого анализа проводимого, то есть экспертами за СВ, вот, соответственно, так скажем, здесь происходит отзыв лицензии, ну, либо же, да, если это, допустим, какая-то довольно-таки крупная организация, несмотря на то, что она не способна, да, самостоятельно осуществлять бизнес без декапитализации, здесь происходит санация, вот, как в случае с открытием. Ну, то есть обычно оздоравливают более такие системообразующие банки, я так понял, да? Ну, да. Банкротство – это уже, ну, крайность, да? Да. То есть, ну, когда, в принципе, инвесторов нет, интереса нет у государства, вот, соответственно, здесь, ну, отрицательная величина собственного капитала, вот, ну, и кроме как банкротства, да, и конкурсного производства, то есть здесь уже, так сказать, нет других путей решения. Хорошо, а вот физлицам и юрлицам, которые вот все-таки у банка, который претерпел банкротство, что им остается? Вот физлицы, да, там могут вернуть средства до 1 миллиона 400 рублей, 400 тысяч рублей, а юрлицам, получается, в этом случае, как бы, не с тем оставаться? Ну, получается так, конечно, на данный момент обсуждаются определенные инструменты, да, для поддержки юридических лиц, в первую очередь, это малого бизнеса, да, вот создание аналогичного, да, так скажем, страхового фонда, вот, для данной категории, да, клиентов банка, но, как правило, то есть это пока остается в рамках каких-то дискуссий, вот, и здесь, наверное, единственное, что может быть, это если будет принято решение, да, о конвертации, так скажем, обязательств банка перед этими кредиторами, да, в собственный капитал, вот, и с дальнейшим уже, так скажем, это процедуру бейл-инда, по-моему. Остановлением деятельности, бейл-инда. Хорошо, вот конкретно по механизмам спасания банков, там обычно ЦБ выдает кредит, вот, во-первых, он ищет, наверное, инвестора, то есть какого-то другой банка, который более устойчив, который готов помогать. Ну да, здесь происходит, то есть, ну, определенный конкурс, вот, сонаторов, в случае, когда сонатор определен, вот, здесь получается центральный банк под очень низкий процент выдает кредит АСВ, и уже АСВ, то есть, там, с небольшой наценкой, да, кредитуют непосредственно на сонатор, вот, сонатор уже осуществляет оздоровление вот сонируемого банка. Да, хорошо, и ты говорил про мораторию, он обычно на какой период вводится, то есть это... Мораторию вводится на срок не более трех месяцев, то есть, это может быть и более короткий период времени, да, в случае, если, допустим, так скажем, временная администрация дается в краткосрочный период, да, оценить финансовое положение, вот, вот, но есть также исключения, да, например, вот, как с банком Пересвет, когда мораторию вводили еще также на три месяца дополнительно, вот, то есть, сумме, там, до шести месяцев. Ну, да. Хорошо, давай теперь перейдем тогда к другой немножко теме, новой процедуре сонации банков. Вот, Центральный банк 2016 года последовательно готовил механизм обеспечения стабильности финансовой системы путем создания фонда консолидации банковского сектора, через который уже будет происходить новая процедура оздоровления финансовых организаций, открытие, вот, самый первый, как бы, кейс, который вот в сентябре произошел. Как там происходит процедура, то есть, там, насколько мне известно, ЦБ входит в капитал. Мог бы ты охарактеризовать вообще эту процедуру в целом, как она, что из себя представляет? Ну, то есть, если раньше, да, в стандартной какой-то ситуации с сонатором Центральный банк выдавал кредит, то уже здесь он, получается, берет на себя больше рисков, вот, и, так скажем, входит в капитал, да, кредитной организации. Но здесь нужно понимать, да, то, что данный инструмент, он вряд ли будет доступен всем, так скажем, проблемным кредитным организациям, вот, так же, как и до этого, да, то есть, решения о сонации принимались, ну, практически в единичных случаях. Вот, здесь получается то, что создается фонд, вот, консолидация банковского сектора, да, нужно понимать, да, то, что это не будет такая, так скажем, несмотря на то, что это будет самостоятельное юридическое лицо, да, стопроцентная дочка Центрального банка, вот, это будет просто, в принципе, формально, да, то, что это будет, в принципе, юридическая структура, вот, там будет, там, в пределах 20 человек сотрудников, вот, и это, так скажем, вот, через эту юридическую структуру банк будет осуществлять именно, вот, финансовое вложение, декапитализацию. Ты имеешь в виду 20 человек, вот, в фонде консолидации, либо? Да, вот, то есть, это, ну, буквально формально, то есть, такая вот юридическая структура, да, то есть, это не будет такая огромная, ну, государственная корпорация, вот, как АСВ, вот, то есть, это определенный такой инструмент, через который банк будет, вот, Центральный банк будет осуществлять декапитализацию, вот, то есть, ну, получается, фонд из декапитализованных акций, да, кредитной организации будет формировать ПИФы, которые будет выкупать уже Центральный банк, и, в принципе, вот, за счет этого будет осуществляться, так скажем, финансирование кредитной организации. Хорошо, вот, конкретно по открытию, там, ну, проблемы, во-первых, с чем возникли, и какой вот объем вообще приблизительно оценивается помощи необходимой для банка, чтобы его поставить на нормальной рельсе? Вот, ну, в первую очередь, да, здесь есть ряд причин, которые сейчас уже, так скажем, активно обсуждаются в СМИ, вот, есть также заключение рейтингового агентства АКР, да, который также делает, ну, определенные выводы, да, по финансовому положению банка открытия. Здесь присутствует ряд причин, да, вот, ну, в первую очередь, то, что мы знаем, самое, наверное, из первопричин, это неорганический рост финансовой корпорации. Вот, на протяжении вот последних, там, шести-пяти лет, да, корпорации открытия, они активно наращивали свои активы, вот, причем за счет масштабных поглощений, да, когда, там, по-моему, было объединение снова с банком, активы которого были в четыре раза больше активов банка открытия, вот, и, наверное, гвоздем, так скажем, в крышку, да, гроба банка открытия стало вот именно, так скажем, вхождение в капитал, вот, Росгостраха. Да, да, убыточная организация. Да, вот это, ну, одна из причин, да, то есть неорганический рост, высокие риски, плохие активы, да, в виде, вот, допустим, того же Росгострахбанка. Вот, вторая из причин, это то, что на сегодняшний момент известно, что до 60% кредитного портфеля банка открытия, оно, так скажем, было связано с кредитованием дружественных структур, вот, в частности здесь приписывают, вот, кредитование строительной отрасли, да, вот, здесь активные интересы, в которые, да, вот, представлены Бориса Минца, там, хорошего партнера, вот, Вадима Беляева, и, вот, по оценкам экспертов, вот, рейтингового агентства Акро, здесь кредитный портфель достигал до 800 миллиардов, вот, и, в принципе, кстати, вот, в связи с этим и было принято решение о понижении кредитного рейтинга вот этим летом, рейтингового агентства Акро. Со стороны Акро, да? Да, то, что вот высокие риски именно связаны с кредитованием в строительной отрасли дружественных компаний. Хорошо, вот Акро тоже, Акро понизила Мудис в 5 сентября тоже, узнав о том, что ЦБ будет все-таки сонатором и по новой схеме, узнав о том, что ЦБ, как бы, ну, предоставляет надежность, и, как там сказали руководители банка, это самая стабильная организация, то есть никаких рисков для кредиторов, для клиентов банка нет. Несмотря на это, вот, американское агентство понижает рейтинг. Почему так происходит? Вот, ну, в принципе, это, возможно, связано с тем, что часть обязательств, вот, в виде облигаций являются субординированными, вот. Ну, то есть, что это означает, да, то, что в случае, так скажем, вот, понижения определенного уровня достаточности капитала, да, кредитной организации, да, данные обязательства, они списываются в счет капитала, вот. Все-таки нужно понимать, да, что в первую очередь, что представляет собой, да, рейтинг кредит, рейтинг рейтингового агентства, да, то есть это определенная оценка кредитоспособности компании, она в первую очередь служит для, так скажем, определение значения, вот, ставки, да, платежа по облигациям, по ее другим источникам финансирования, вот. И здесь именно оценка, я думаю, рейтинг агентства именно отражает вот ситуацию с субординированными облигациями. Хорошо, вот, и завершая тему, в принципе, передачу, совсем немного времени остается, вот, после завершения санации, ЦБ что планирует делать с банком, продавать, либо как-то реализовывать? Ну да, то есть здесь основная цель же Центрального банка заключается, так скажем, в сохранении бизнеса, вот, и то есть после восстановления уже платежеспособности банка, да, вот, и функционирования его в полноценном объеме, здесь на открытых торгах Центральный банк предполагает вот как раз-таки продажу этих пифов частных инвесторам, возможно, это будут какие-то институциональные инвесторы, государственные структуры, да, здесь пока, в принципе, здесь мы прецедентов еще не имеем, и пока неизвестно, то есть как это будет, на самом деле, развиваться. Как говорится, посмотрим, да. Да, посмотрим. Ну что ж, Айрат, большое спасибо за интервью, спасибо за содержательные ответы. Спасибо, Ренат. На этом мы с вами прощаемся, до следующей недели, оставайтесь с нами, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова